В день своего 548-летия в центре столицы Чувашии вновь появился творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел полюбиться чебоксарцам и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. О самых интересных местах бульвара Юлия Важенина. Чтобы прогуляться пешком от Детского мира и до Красной площади в обычные дни жителям города Чебоксары требуется лишь полчаса. Но только не 20 августа. В день рождения города Чебоксары просто невозможно пройти мимо. Уже ставшего традиционным арт-объектом творческий бульвар. Это большая сцена протяженностью более 3 километров. Ну и конечно это прекрасная возможность пройтись пешком по главной транспортной артерии города Чебоксары. Кажется как будто здесь собрался весь город. Певцы и танцоры, клоуны и фокусники, сказочные герои и мастера на все руки ожидали горожан на каждом шагу. Около 70 самых разнообразных творческих площадок заполнили проспект Ленина и улицу Карла Маркса. И превратили их в одну большую сцену. Причем главные роли в этом представлении сыграли сами жители. У нас площадка экологическая. Призываем сохранять природу, не выбрасывать мусор. Постараться использовать его повторно. На 4 часа две центральные улицы столицы стали пешеходными. Еще бы, ведь такой поток горожан тротуары бы точно не вместили. Каждый кусочек дороги, сквер или остановку заняли разные персонажи. А мы, капитан Джек Воробей и Красная Королева, фотографируемся вот с этими тегами разными. И детям очень нравится. Жители города Чебоксара, мы поздравляем вас с праздником, днем города. Именно в этот день, день рождения города Чебоксары, воплощаются самые смелые творческие идеи. Одной из самых интересных точек творческого бульвара стала точка «Посади лес». Именно здесь любой желающий мог попробовать посадить сосну. Что мы сейчас и будем делать. Один из самых главных показателей качества. Мы тянем немножко вверх. Если оно легко не вытаскиваетесь, значит мы с тобой его посадили хорошо. На творческом бульваре каждый смог найти себе площадку по душе. Ходим ежегодно, специально ждем этого дня, чтобы пройти по такой широкой площади, посмотреть на все творческие коллективы, соединиться с ними духом, повеселиться, зарядиться энергией до следующего года. Национальное телевидение не осталось в стороне и тоже приняло участие во всеобщем празднике творчества. Например, участникам нашего конкурса нужно было воспроизвести известные песни. Но не все так просто. А вокруг этих ребят собралась самая большая толпа. Барабанщики группы Васильев Груф точно покорили сердца жителей нашей республики. Кстати, один из участников группы родом из Чувашии. Как всегда, приятно приехать домой, увидеть родных и заодно выступить. Творческий бульвар, пожалуй, самое яркое событие дня города. Он еще раз подтвердил, что креативных людей в Чубоксарах становится больше. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.